Не замужем, имею троих детей, мать-одиночка, имею несовершеннолетнюю дочь. И сколько? Какого года рождения? 64-го года рождения, и на южномене находится постарелая мама в области 72 года. На скамье подсудимых – 48-летняя Жемеля Юлда Жбаева, уроженка Узбекистана. Два года назад женщина переехала в Казахстан и, получив статус «Уралман», занялась сетевым маркетингом, предлагая клиентам косметику и брендовые часы. Бизнес-идея сетевиков заключается в как можно большем и широком привлечении сотрудников. Последние привносят деньги, получая товар. Те, кто находятся на вершине пирамиды, получают свои проценты. Быстро поднявшись по карьерной лестнице, Юлда Жбаева открыла в Шемкенте свой офис для привлечения партнёров и, благодаря процентам от продаж, собрала крупную сумму, решив вложить деньги в покупку квартиры. Но неожиданно для себя попало под следствие. Бахтий Арбутаев, адвокат Юлда Жбаева, считает, что дело было сфабриковано и направлено в суд по надуманным мотивам. По словам Бутаева, сетевой маркетинг в Казахстане не запрещен. Деньги лично в руки его подзащитная не брала. Все средства вкладчики перечисляли через банк на счёт компании и за это получали своё вознаграждение. А потому никакого материального вреда и сам нанесено не было. «Те лица, которые сейчас написали заявление и являются потерпевшими по данному делу, все получили свои соответствующие подарки за внесённые ими денег. Поэтому я считаю, что дело сфабриковано и подлежит её оправданию в суде». Своей вины Жемеля Юлда Жбаева также не признаёт. Девять месяцев назад она была экстрадирована из Узбекистана и с тех пор находится в следственном изоляторе, ожидая решения суда.